Главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Сырский дал интервью американскому телеканалу CNN. Это первое интервью за 8 месяцев с момента его назначения. Что, как мне кажется, важное и что, с моей точки зрения, вот так вот из первых уст услышанное дает возможность оценить ситуацию. Самое главное из того, что он сказал, как мне кажется, это то, что он назвал 5 целей операции под Курском. Мы слышали неоднократно уже оглашение этих целей и от президента Зеленского, и от других представителей военного и политического руководства Украины. Но, тем не менее, когда Сырский твердо назвал эти 5 целей, все-таки автором, непосредственным исполнителем Курской операции является именно он, мне показалось это важным для того, чтобы мы могли сопоставить эти цели с их реализацией. Давайте попробуем. Итак, цель первая. Не позволить России использовать Курскую область как паздарм для нового наступления. Ну, с моей точки зрения, думаю, что цель достигнута, потому что Курская область как паздарм для нового наступления вряд ли уже может быть использована, поскольку там уже создана определенная санитарная зона, и с территории Курской области вряд ли уже возможно наступление. Вторая цель. Отвести силы России из других направлений. Вот здесь есть определенные проблемы, и это, в общем, многократно обсуждалось. Долгое время считалось, что эта цель не была достигнута, по крайней мере, в публичном пространстве. По этому поводу существовал определенный консенсус, что эта цель не достигнута. На самом деле, тот же самый генерал Сырский в своем интервью говорит о том, что несколько десятков тысяч российских военнослужащих, элитные войска, были переброшены. Порядка до 60 тысяч были перепрошены, и фактически это предотвратило, вернее, не предотвратило, а это наконец-таки, не сразу, но спустя определенное время, приостановило наступление на Покровске, на Покровском направлении. Ну, скажем так, можно считать, что эта цель не сразу, но все-таки достигнута. Ну, или, по крайней мере, пока можно считать, что это частично цель достигнута. Далее, третья цель. Создать безопасную зону, тем самым предотвратив обстрелы гражданских объектов в Украине. Ну, в данном случае, если речь идет о именно Курской области, то, да, она достигнута, но поскольку в целом безопасная зона не может быть ограничена только Курской областью, то, естественно, можно считать, что эта цель достигнута частично. Наконец, четвертая цель, это взять в плен российских военных. Здесь можно считать, что эта цель полностью достигнута, большое количество российских военных взяты в плен, что и позволило совершить последний обмен 115 на 115. Так что, можно считать, здесь можно поставить галочку и считать, что эта цель достигнута. Ну, и, наконец, пятая цель. Поднять моральный дух украинской армии и нации в целом. Ну, я думаю, что насчет морального духа украинской армии здесь судить сложнее. Здесь нужно просто, что называется, быть в окопах или рядом. Но, поэтому я точно не могу сказать, но что касается нации в целом, то здесь есть социологические исследования, которые позволяют сказать, что, уверенно сказать, что эта цель достигнута. Так что, в общем, в целом, вот этот вот анализ достижения целей, можно считать, что все-таки в основном цели, которые ставило перед собой военное руководство, организовывая вот эту Курскую операцию, цели достигнуты. Пока. Ну, как известно, историю не только пишут победители, но и подводят итог тому или иному историческому событию. Поэтому, в конечном итоге, по итогам, в итоге, конечно, Курской операции подводить рано. Но пока, в общем, можно считать, что это очевидный успех вооруженных сил Украины. Значит, в целом, я считаю, что это действительно важно. То есть, то, что Сырский не дает часто интервью, это нормально. Вот эта вот молчаливость военного руководства Украины, она является уже определенной традицией. Заложил эту традицию генерал Залужный, Сырский ее продолжает. В целом, это выглядит достаточно успешно, потому что вот редкий случай, когда и Залужный, когда давал интервью, и когда писал свои тексты, это всегда было событием. Ну, и в данном случае, тоже, в общем, мне кажется, достаточно успешная публичная политика военного руководства. Больше молчать и больше делать. Это очень, мне кажется, правильная политика. Теперь переходим к гораздо менее симпатичному персонажу. Владимир Путин, выступая на пленарном заседании на 9-м Восточном экономическом форуме, сообщил массу интересных вещей. Ну, помимо того, что там был, так сказать, рассказ о том, как замечательно будет развиваться Дальний Восток при Путине, как он прекрасен будет, как он станет, так сказать, центром экономической, научной, культурной жизни. Ну, это все понты. А вот что касается какой-то конкретики. Путин там вел обычную свою ГБшную работу, работу, связанную с разводкой. То есть, кого и как он разводил. Это все дело было на острове Русский. И это тоже символическая история, так сказать, символическое название, символическое место, где проводится Дальневосточный экономический форум. Так вот, вернее, он называется Восточный просто экономический форум. Прошу прощения. Так вот, первое, кого он разводил, это американцы. Значит, по поводу американских выборов Путин высказался таким образом. Я сейчас процитирую сначала, а потом объясню, в чем разводка. Так, цитата. Где моя шпаргалка? Путин, в кавычке, открывается. Что касается фаворитов, то не нам это определять. Это все-таки выбор американского народа. Я уже говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки. То есть, подчеркиваю, сняли с гонки. То есть, он не сам снялся. Его сняли с гонки. Но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот мы тоже так делаем. Будем ее поддерживать. Это, во-первых, ведущая, сотрудница 24-го канала, госпожа Суворова, задает вопрос. Раз завещали, значит, так надо, да? Путин, а во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. А если у нее все хорошо, то вот Трамп, он же ввел столько такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то может быть, она воздержится от действий подобного рода. Конец цитаты. Значит, смотрите, в чем смысл разводки? Она очень простая и примитивная, как все спецоперации, которые устраивает Путин. Рассчитывая на идиотов. Путин искренне считает, что его оппоненты, как и его союзники, полные идиоты. Поэтому вот такая простая разводка. Ее смысл заключается в том, чтобы утопить Харрис своей поддержкой и поддержать Трампа своей критикой. Это совершенно прозрачная вещь. Поскольку понятно, что Путин это враг Соединенных Штатов Америки, ясно, что США и путинская Россия находятся в отношениях к полной конфронтации, враждебности, то понятно, что если враг хвалит, то значит, надо делать наоборот. Если враг ругает, то надо поддержать. Вот и все. И, кстати говоря, реакция Трампа на это выступление Путина была очень характерной. Он сказал, что ему, видимо, надо позвонить Путину и поблагодарить его за эти слова. Трамп в данном случае абсолютно прав. То есть, это была попытка вот этого токсичного персонажа, который знает, что он токсичен, что называется, замазать, утопить своей поддержкой и поддержать своей критикой. По известному принципу Бродского, что если Евтушенко против колхозов, то я за. Ну, вот расчет именно на такую логику. Если Путин за Харрис, то надо голосовать против нее. Примитивно? Не знаю, насколько это сработает. Причем, ну, к сожалению, в процессе подготовки к этому стриму я не успел вырезать, так сказать, попросить своих коллег поставить видео, но там было настолько очевидно, что Путин хитренько подмигивает с ужимочками своими. Ну, в общем, короче говоря, смотреть на это было противно. Ну, не знаю, посмотрим. Не знаю, позволит ли американская социология промерить отношение, так сказать, избирателей к этому, этой разводке Путина, но в конечном итоге очень надеюсь, что американцы не поведутся. Вторая, так сказать, аудитория разводки – это Украина и ее союзники. Здесь все складывалось таким образом, что Путин, во-первых, назвал тех, кто руководит Украиной, инопланетянами, потому что они почему-то продолжают сопротивляться, почему-то не готовы. Ну, конечно, кто же может, так сказать, не сдаться, когда Путин хочет съесть. Вот, поэтому, конечно, инопланетяне. Ну, а дальше, значит, Путин говорит о том, что он готов к переговорам, то есть возглавляют руководители Украины это инопланетяне, но Путин готов с ними разговаривать. Буквально недавно он заявлял о том, что после того, что происходит в Курской области, никаких переговоров не будет, но здесь он уже тут же об этом забыл и говорит, что к переговорам он готов. Ссылался, как обычно, на, значит, стамбульские переговоры, как обычно наврал, что срыв переговоров произошел из-за того, что прилетел Борис Джонсон на голубом вертолете и потребовал от украинцев, чтобы они продолжали воевать и не переговаривались. Вранье это тысячекратно доказано, но оно доказывается просто, это тот случай, когда не надо вдаваться в содержание, достаточно просто посмотреть на дату билета, на дату, так сказать, вылета и прилета. Борис Джонсон прилетел в Киев через несколько дней после того, как украинская делегация покинула Стамбул. Поэтому воздействие на позицию, да, и сделал какие-то заявления. Поэтому воздействие слов Бориса Джонсона на позицию украинской делегации могло произойти только в том случае, если начала работать машина времени и время пошло вспять, ну, что скорее всего все-таки не происходило. Поэтому очевидное вранье Путина, оно в этот раз было просто наглядно продемонстрировано, но главная задача Путина это на сегодняшний момент не говорить что-то правдоподобное, а по-прежнему врать, что он и делает постоянно. Ну, кроме всего прочего, заявил о том, что, значит, партнерами по этим, да, что, значит, позиция как раз прежняя, партнерами по этим переговорам должны быть, значит, посредниками Китай, Бразилия, Индия, вот. То есть, ну, короче говоря, все те страны, которые стоят, в общем-то, в той или иной, ну, это БРИКС, как известно, вот, то есть, те страны, которые стоят на, твердо стоят на поддержке путинской агрессии, ну, в той или иной степени, вот, так что очередная разводка, значит, расчет на, так сказать, субъектами этой разводки является Украина, вдруг клюнет и союзники Украины, которые должны заколебаться по поводу предоставления Украине помощи. Вот Путин же предлагает все закончить миром, значит, может быть, кто-то клюнет. Ну, опять-таки, если все-таки подводить итоги вот этим многочисленным путинским разводкам, то у меня все-таки такое ощущение, что Путин ошибается в отношении адресатов, в отношении тех, кого он разводит. Не уверен, что это полностью соответствует реальности, потому что я надеюсь, что вот то время, когда, был период, когда Путину удавались вот эти дешевые разводки. Но у меня такое ощущение, что это время прошло. Самое ближайшее, самое ближайшее развитие событий покажут, насколько я прав. Надеюсь, что Путину его разводки не удались. Не удались. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Сергей Шевчук. Александр Глебович Невзоров написал, что если бы Монголия арестовала Путина, то исполнила бы мечту почти всего земного шара. И все из благодарности обеспечили бы Монголию всеми ресурсами на десятилетия вперед. Поэтому причина не ареста Путина, зависимость от России, в ресурсах несостоятельна. Эта мысль может рассматриваться как реально возможная. Или Невзоров пошутил. Ну, я опять-таки, я не смотрел этот эфир Невзорова. Если вы правильно воспроизводите идею Александра Глебовича, то если она точно вами воспроизводена, то это ошибочное, во-первых, осуждение по той причине, что далеко-далеко не весь мир мечтает об аресте Путина. Я думаю, что по крайней мере 85% населения планеты Земля об этом точно не мечтает. Имеется в виду глобальный юг, Латинская Америка, Африка, Азия, Индия, Китай. Ну, в общем, короче говоря, в какой-то степени можно считать, что об этом мечтают в странах евроатлантической цивилизации. Но вот насчет весь земной шар – это просто явная ошибка. Это первое. Второе. Я полагаю, что даже в странах евроатлантической цивилизации не существует такого. То есть, да, действительно, арест Путина – это было бы правильно, по крайней мере, это было бы логично. Но это было бы, конечно, хорошим итогом, развитием событий в правильном направлении. Но что касается последствий для Монголии, ну, знаете, страна, которая зажата между Россией и Китаем, честно говоря, мне трудно себе представить, что она могла бы существовать за счет помощи каких-то других стран. Чисто логистически, чисто, вот, исходя из конкретной геополитической ситуации, вряд ли. Проблема, я еще раз подчеркиваю, проблема не в том, что руководство Монголии не арестовало Путина, а проблема в том, что его пригласили. Как мне кажется, это другая история. Татьяна, вы говорите, что захотят отделиться от России некоторые регионы в определенный момент. А кто этими регионами будет править? Те, кто сегодня тщательно вылизывают, откуда возьмутся люди с противоположной позиции? Уважаемая Татьяна, вы знаете, когда произошел распад Советского Союза, то вот этими новыми государствами стали руководить те самые первые секретари ЦК Союзных Республик, которые тщательно вылизывали. И только в некоторых, в некоторых вновь образовавших государствах, пришли люди с противоположными позициями. Позиции меняются, аппетит приходит во время еды. И поэтому в данном случае, кто там придет, да кто угодно. На самом деле, скорее всего, скорее, наиболее вероятно, что к власти придут те самые руководители регионов, которые сейчас, как вы элегантно выражаетесь, тщательно вылизывают. Ну, это же такая штука ситуативная. Сегодня так, завтра так. Они, конечно, втайне, вы что думаете, им так нравится вылизывать? Нет, конечно. Они с удовольствием будут переключаться на удовлетворение собственных потребностей. Поэтому опыт есть, аналог есть. Поэтому здесь печалится по поводу того, что не будет людей, которые возьмут власть. Найдутся. И это будут разные люди, безусловно. Понятно, что вектор этих новообразований будет разный. Но в любом случае произойдет самое главное. Произойдет исчезновение с планеты Земля империи, которая реально угрожает. Ядерной империи, которая реально угрожает человечеству. И агрессия со стороны вот этой территории прекратится. Ну, и в значительной степени пройдет, пойдет, будет запущен процесс этногенеза, безусловно. Потому что понятно, что в этом случае самосознание людей меняется. Одно дело, когда они, так сказать, находятся в огромной... То есть, этногенез, эта штука не та, которая происходила там столетия назад. Она происходит постоянно. Процесс этногенеза был, например, запущен, когда, когда, так сказать, американские колонии провели войну за независимость и стали самостоятельным государством. Пошел процесс, пошел так называемый плавильный котел. И это, в общем, в какой-то степени вот этот политический процесс. Он не столько этнический, сколько политический. Процесс образования политической нации. Вот таким вот образом пойдет и, ну, конечно, здесь аналогия, может быть, не очень удачная, но пойдет процесс, если, например, будет создана Сибирская Демократическая Республика или Сибирская Народная Республика, Уральская, Дальневосточная, то здесь, так сказать, будет меняться самосознание людей. И, так сказать, их идентичность. То есть, это пойдет действительно процесс, который можно назвать этногенезом. То есть, формирование вот такого субэтноса, можно сказать, как сибиряки, уральцы, дальневосточники и так далее. Ну, скажем так, не будем загадывать. Возможно, мы этот интереснейший процесс застанем. Возможно. Так, Наталья. Наталья из Сибири. Что мешает оппозиции в лице Навальной, Яшина, Карамурзы и так далее понять, что Путин и путинская клика, путинский режим будут уничтожены только в результате победы Украины? Что это за шоры у них на глазах, которые не дают понимания таких простых вещей? Уважаемая Наталья, я думаю, что проблема заключается не в том, что они не понимают важность победы Украины. Думаю, что понимают. Но в своей позиции они все-таки пытаются ориентироваться. У них все-таки есть инерция мышления. И они все-таки воспринимают оставшихся в России людей как своих потенциальных избирателей. Они по-прежнему живут в логике электоральных циклов. Понимаете? Это, как мне кажется, главная проблема. Они по-прежнему считают, что вот они вернутся в Россию, и их там ждет какой-то электорат. Поэтому они не хотят ссориться с этим электоратом. Они хотят работать на этот электорат. Я не к тому, что, конечно, это правильно, помогать людям, которые остались в России. Но вопрос, опять-таки, на чьей ты стороне. Если ты на стороне Украины, то ты должен желать поражения России. А вот это они никак не могут, так сказать, вымолвить. Понимаете? Препятствует этому то, что они считают, что если они скажут, что они желают поражения России, то от них отвернутся те люди, которых в России они считают своим электоратом. Вот в чем проблема. То есть они находятся по-прежнему в логике какого-то электорального цикла, которого нет. Я не услышал, чтобы вы в своих последних эфирах упомянули бы Беслан. Может быть, просто я не заметил. Да, уважаемая Маргарита, вы не заметили, потому что я в нескольких стримах говорила, не просто говорила о Беслане, а пытался анализировать, что произошло и какие последствия. Так что здесь вы просто не увидели. После этой страшной трагедии прошло уже 20 лет, а рана у многих людей, или бывших там, или потерявших родственников, до сих пор не зажила. Я посмотрела пару правдивых видео про этот теракт. Признаю честно, это смотреть без эмоций невозможно. И так далее. Маргарита перечисляет то, что она увидела в этих видео. Это вранье про количество заложников. Так кровавая Маргарита начала свою карьеру с вранья. Сколько вопросов осталось без ответа. Кто взорвал спортивный зал, после чего начался штурм? Кто отдал приказ стрелять по школе, от чего тоже погибли заложники? Ну и так далее. Вопрос следующий. Тогда еще только зарождалась эта коричневая демократия, которую потом назвали путинизмом. Какие-то проблески демократии еще были. Женщины Беслана тогда не побоялись одеть футболки с надписью «Путин палач». Были такие деятельности, как политковские другие. Неужели тогда уже не было возможности вырвать это зло на корню? Неужели глубинный народ тогда схавал эту байку, что никаких силовых действий по отношению к заложникам во время штурма не применялось? Их действия были правильными. Как правильно заметила одна журналистка, расследующая трагедию в Беслане, как им вообще спится, тем силовикам? Почему, когда в России кого-то спасают, то убивают еще больше своих же? Не приказ ли чей-то? Вы знаете, здесь, как мне кажется, довольно простой ответ. На самом деле и в Беслане, и в Норд-Осте никого не интересовали заложники, никого не интересовали люди. Была главная задача убить террористов. При этом количество жертв среди заложников никого не интересовало. Их всегда же можно списать на террористов. И поэтому, ну собственно говоря, это основа политики Путина. Абсолютное безразличие к жизням людей, к их интересам, к их жизни. Поэтому они были все убиты. То есть, что же касается населения России, то по большей части население России было абсолютно к этому равнодушным. То есть, я думаю, что если бы подобного рода трагедия случилась в какой-нибудь другой стране, то были бы огромные акции протеста, акции солидарности. И это было бы не просто возложение цветов к мемориалам. Это были бы серьезные акции протеста, и было бы требование разобраться и наказать виновных. Но ничего этого не было. Ничего этого не было. Поэтому здесь, с одной стороны, позиция власти, которая абсолютно наплевать на людей. И второе, это позиция населения, которая равнодушна к чужому горе. Отсутствие эмпатии, это одна из коренных черт российского населения за последние несколько столетий, скажем так. Ирина Иванова. Весной или в начало лета у вас на канале была беседа с Анной, журналистка из Украины, не помню, из Харькова или Херсона. Она осталась в своем городе, когда многие эвакуировались. Осталась с собакой и попугаем. Не знаете, как она, надеюсь, что жива. Это писательница из Харькова. Очень интересный, яркий человек. Ее зовут Анна Гин. И она жива точно. У нее, насколько я понимаю, все более-менее в порядке. Последний пост в Фейсбуке у нее был 29 августа. И она собиралась на какое-то время, она попрощалась со своими, на время, подчеркиваю, со своими читателями, поскольку собиралась к дочери в Израиль. Надеюсь, что скоро она уже вернется и продолжит свою невероятно важную и благородную деятельность по описанию того, что происходит в героическом Харькове. Так что, слава Богу, с ней все в порядке. Валентин. Когда мы говорим о соблюдении территориальной целостности Украины, мы руководствуемся приматом международного права о нерушимости государственных границ. Наши же оппоненты начинают рассказывать о желании народа Крыма и Донбасса, которые якобы притесняли из Киева и не давали говорить на своем языке к отделению и вхождению в РФ. Почему, когда речь идет о России, то вы, как мне кажется, переходите на позицию путинской пропаганды, только с обратным знаком. Возможно, я неправильно понял вашу позицию. Уважаемый Валентин, здесь моя позиция предельно проста. Вот смотрите, отделение Крыма, Донбасса, а теперь еще Запорожской и Херсонской областей, оккупация части Харьковской области, они были не результатом воли изъявления народа, а аннексией другого государства. Понимаете, если бы, скажем, тот же самый, да, в Конституции Украины не предусматривается выход из состава Украины каких-то областей, но если бы это было, скажем, так же, как Каталония в Испании, то есть вот люди обладают отдельной идентичностью и добиваются своего суверенитета. Это была бы совсем другая история. Но мы же с вами знаем прекрасно, что население Харьковской, Запорожской области, да и население Донецкой, Луганской областей, совершенно не планировали, то есть они сами по себе не боролись за выход из состава Украины. То есть это была аннексия, это был захват, вооруженный захват чужой территории, оккупация, аннексия. И это все происходило благодаря войскам другого государства, вежевым человечкам в Крыму, Гиркина и прочим военным преступникам в Донецкой области и так далее. Ну а что касается Харьковской, Запорожской области, то там просто большое вооруженное вторжение и все. Никакого желания в этих регионах, никакого стремления выйти из состава Украины не было. Поэтому это вот предельно простая история. Что же касается народов России, то мы видим референдум, ну смотрите, мы видим референдум в Татарстане, когда две трети высказались за выход из состава Российской Федерации. Какая страна собиралась, значит, побудила Татарстан, народ Татарстана проголосовать за выход из состава Российской Федерации? Чеченская республика, Ичкерия. Какая страна собиралась оккупировать Ичкерию и, так сказать, отторвать ее от Российской Федерации? Это воля народа. Точно так же, когда при Ельцине пошли центробежные тенденции, когда создавалась Уральская республика и так далее. Это что, в интересах какой-то страны? Что, Соединенные Штаты Америки, что ли, пытались оккупировать Уральскую республику и так далее? Нет. То есть, это были действительно попытки народов, в том числе и каких-то частей русского народа, которые населяли отдельные субъекты Российской Федерации, выйти из этой империи. То есть, это были внутренние процессы. И относиться, конечно, к этому надо по-разному. В одном случае, это право народов выйти из состава империи, а в другом случае, это оккупация. Поэтому принципиально разные вещи, которые требуют разной оценки. Мистик задает вопрос, почему вы решили жить в эмиграции именно в Бильнюсе? Ну, знаете, ну, не знаю, может быть, в какой-то степени это какое-то юношеское воспоминание о юношеских каких-то мечтах, о юношеских каких-то фантазиях, когда, ну, мы же все, мы же все там читали историю, мы видели, что вот это... На меня большое впечатление произвели вот эти вот исторические сюжеты по поводу Великого княжества Литовского. Значит, переписка Курбского с Грозным. Это все Литва, понимаете? И вот эти романтические представления, юношеские, безусловно, романтические представления о Литве как какой-то территории свободы, вот, которая, так сказать, вот две Руси, да, Московская Русь и Литовская Русь. И вот эти две Руси, как одна территория несвободы, другая территория свободы. Это все, в общем, сработало. Ну, и, в общем-то, климат знакомый, красивые места, масса интересных, масса интересных людей, поэтому выбор был такой. То есть, есть масса мест, где хотелось бы жить, но Литва одно из этих мест, и, в общем, я в какой-то степени поэтому выбрал эту страну. И не жалею об этом. Тадеуш Костюшко. Вопрос Кейковенко. Насколько вообще неонацизм имманентен современной постсовковой имперской России? Если бы, скажем, в 99-м вместо Плешивого на трон за ручку привели бы другого персонажа, Примакова, Степашина, вероятно, траектория движения страны была бы иной. Удалось ли бы России при этом не скатиться в пропасть неонацизма, рашизма, как это мы видим сегодня? Или сам по себе имперский агрессивный характер РФ уже является основой базиса для порождения рашизма на государственном уровне? Вы знаете, уважаемые коллеги, у меня не такой, знаете, нелинейный ответ на ваш вопрос. Поскольку режим, который сложился, режим в России, который сложился не с приходом Путина, а с принятием Конституции 93-го года, это режим самодержавного персонализма. И поэтому очень многое зависит от персоны. при 90-е годы это была персона Ельцина со всеми вытекающими. То есть, с его самодурством, но при этом с его, так сказать, какой-то инстинктивной, что ли, с инстинктивным нежеланием уж очень сильно давить свободу. В частности, он никогда не занимался подавлением свободы СМИ. и всегда останавливался перед какими-то репрессиями серьезными. Это был Ельцин. Персона, персоналистский режим, самодержавный персоналистский режим. После того, как власть перешла, начала уходить из ельцинских рук, это было уже очевидно, понятно, то возникли варианты. И то, что произошло в августе 99-го года, избрания Путина в качестве премьер-министра, это безусловно, этот персоналистский режим приводил уже, ну, что называется, вот, так сказать, эта власть, она начинала подгоняться под размеры, под характер политической фигуры Путина. И мы получили то, что получили. Мы получили русский фашизм в полном объеме, войну и так далее. Это результат подгонки политики России под формат Путина. То есть, ну, вот, как портные подгоняют, так сказать, есть заготовка, и дальше идет подгонка по фигуре. Вот, что произошло. удалось ли бы серьезно изменить вектор развития России, если бы, например, был Степашин, или если бы, например, был Примаков. В целом, думаю, что нет. Никакая подгонка вот этого костюма политического не может привести к тому, чтобы, например, из, так сказать, вот этого чертука можно было бы выкроить, скажем, там, я не знаю, так сказать, какой-нибудь там костюм средневекового рыцаря. Нет, это невозможно. Какие-то детали возможны. И вот я думаю, что все-таки, если бы, например, в конечном итоге Борис Николаевич и его окружение остановились на Степашине, например, я сейчас не говорю Немцов, это фантастика. с Немцовом было все понятно после сбора подписи против войны в Чечне. Это абсолютно невозможный вариант. Степашин, да, вполне возможно. Но и в этом случае, я думаю, что самодержавный фашизм в России, он, в общем-то, стал бы все равно кристаллизоваться, но я думаю, что войны бы не было. Ну, просто потому, что я, естественно, не могу сказать, что я там близко знаю этого персонажа, но тем не менее, войны бы не было. Более того, еще более тяжелый случай, это Примаков. Но даже при Примакове, с его антизападничеством, с его имперскостью, тут все при нем. С его, так сказать, тоже и со спецслужбистским прошлым. Но тем не менее, все-таки этот человек достаточно опытный, рационально мыслящий и вот без этого безумия в голове. Поэтому я думаю, что и он бы не решился на большую войну в центре Европы. Вот. Поэтому в целом вектор был достаточно очевиден. Я думаю, что и при том же Примакове отказ от сотрудничества поворот разворот в сторону от евроатлантической цивилизации в сторону глобального юга тоже, скорее всего, бы произошел. Но, как мне кажется, без большой войны с Украиной. Но это опять попытки построить альтернативную историю. Алексей. Вопрос к вашему вечернему стриму с Димой Зицером. Может быть, есть и такой способ противостоять зомбированию в школе? Саботаж со стороны родителей и детей. Причем дети, я думаю, с удовольствием поддержат эту идею. Нет, я не призываю прогуливать все занятия. Но можно ведь игнорировать различные собрания, линейки, патриотические мероприятия и так далее. Да и разговоры по душам дома в семье никто не отменял. Уважаемый Алексей, насчет разговоров по душам дома полностью с вами согласен. Это очень важная линия, что называется сопротивление. А вот что касается саботажа, я очень-очень жалею, что вот с этим вопросом вы не успели до моей беседы с уважаемым Вадимом Зицером, но у меня такое ощущение, что все-таки вот такой бунт в школе, он ну это все-таки школа это территория полной власти государства. Поэтому не знаю, может получиться, может нет. У меня нет ответа на этот вопрос. Геннадий Канал то есть тут в принципе понимаете опять-таки если вы если вы готовы уйти на домашнее образование, то да, если нет, ну не знаю, я бы не стал рисковать своим ребенком. Понимаете, потому что устраивать значит вот такую линию политического сопротивления, когда ты в тылу, родитель-то в тылу, а ребенок на передовой, ну вот я бы точно не стал. Ну это опять-таки можете меня упрекать в трусость или еще в чем-то. Ну просто одно дело собой рисковать, а другое дело выставлять ребенка в качестве ударной силы. Евгений Ругинес вопрос о термине прекрасная Россия будущего. Если под этим термином полимать полностью деколонизированную Россию без национальных окраин, Россию без Северного Кавказа, без Якутии, без Башкирии, без Бурятии, без Татарстана, и даже без Дальнего Востока и Сибири, все равно что-то останется. Так почему не ставить цель создания прекрасной России будущего на этом остатке? Понятно, что эта цель трудноосуществимая и даже маловероятная, но почему не стоит поворотиться? Уважаемый Евгений, ну несколько уточнений. Во-первых, Юлия Навальная говорит о прекрасной России будущего обязательно в границах нынешней России. И она категорически против распада. Поэтому если прекрасная Россия будущего это не трансформация нынешней России во что-то прекрасное, то это совершенно другая конструкция. то, что останется вполне уже будет называться не Россией. Ну а я не знаю там Московия например. Про прекрасную Московию будущего может быть и надо говорить. Но это совершенно другой проект. Поэтому я говорю именно об этой идее. Что Россия в нынешнем имперском состоянии вдруг ударится об землю и не распадется а просто начнет превращаться в какую-то прекрасную Россию. Я не вижу этого варианта. А то, что вы говорите это уже совсем другой проект. Алена вопрос по Монголии. Мне кажется ваши упреки главе Монголии в том, что он мог не приглашать Путина не совсем справедливо. В том то и дело, что не мог не пригласить. ЮАР не пригласила Путина на самих бритв, потому что действительно могла. А Монголии нет. Как и Украина, когда была на ресурсной игле у Путина. Ей говорили, как у правдомши из бриллиантовой руки. Делай так и так, а если нет, отключим газ. Если вдруг Украина делала шажок не туда, то потом ездила покаянно в Москву упрашивать газ по диким ценам. Монголия зависимее от России в разы. Ей, видимо, сказали то же самое. Разумеется, неформально. Или приглашаете, или вам будет больно, как любит говорит эксперт Коротченко. Вот и весь секрет приглашения. По скриптам. Что бывает хотя бы за попытки выхода из-под влияния Москвы, Монголия видит на примере Украины сейчас. Кто защитит Монголию в случае ее непослушания? Понятно, что нападение на Монголию это очень умозрительно. Но на Востоке мыслит столетиями. Начну с последнего. Понимаете, вероятность нападения на Монголию мне представляется абсолютно нулевой. То есть представить себе, что Путин откроет себе еще второй глубоко восточный азиатский фронт. Опять-таки в данном случае за спиной Монголии стоит Китай, который явно не будет в восторге от такого действия. Поэтому вероятность того, что в Монголии был бы реализован украинский вариант с моей точки зрения равна нулю. У Путина нет задачи присоединения Монголии, нет задачи ее оккупации и не будет ее. Это вот можно с уверенностью сказать. Еще раз подчеркиваю, что Монголия находится в сферах интереса Китая. Ну и чего? Воевать с Китаем что ли? Нет, конечно. Это абсолютно невозможный вариант, поэтому и монгольское руководство это прекрасно понимает. Теперь, что касается экономического воздействия. мы не знаем в какой тональности была и была ли вообще высказана рекомендация пригласить Путина. Но я бы сказал так, понимаете, если исходить из того, что экономическая зависимость должна приводить к тому, чтобы страна превратилась в полную марионетку, тогда мы полностью исключаем вообще политика в этом. То есть, понимаете, если президент Монголии это все-таки самостоятельная какая-то политика, а не просто марионетка путинская, то тогда у него есть маневр. Ну что, полностью, в случае, если полностью, например, значит, в наказание Монголии полностью будет перекрыт газ, ну тогда можно искать какие-то другие пути, можно строить отношения с Казахстаном, с тем же самым. То есть, тогда Монголия уходит из-под влияния России и переходит, например, под влияние Китая, что тоже вполне возможный вариант. И в данном случае еще раз хочу подчеркнуть, понимаете, экономическая зависимость не означает, что политик должен просто превращаться в марионетку. У политика, если это политик, то у него всегда существует маневр. И этот маневр мы видим высочайшая зависимость Украины от России, тем не менее, не помешало руководству Украины, политическому руководству Украины ввести политику, в том числе и на уменьшение этой зависимости и на становление самостоятельного государства, в том числе и в оппонировании России. Поэтому я не думаю, что у Монголии была абсолютно вот такая безвыходная ситуация. Опять-таки, все-таки любая политика это борьба двух или больше воль. И мне кажется, что здесь совсем уже превращать Монголию в какое-то безвольное государственное объединение это неправильно. Всегда есть маневр. Всегда есть маневр. Тем более, если речь идет не о жесткой конфронтации, а просто об отказе от реализовывать какое-то давление. Ну, смотрите, даже Лукашенко, который просто сидит в заднем кармане у Путина. Он не поддается путинскому давлению с целью выступить своими вооруженными силами. Он не вступает в войну против Украины, при том, что он, безусловно, очень зависит от Путина. Он не выполняет все требования Путина, он все равно создает какое-то пространство для маневра. Даже Лукашенко. То есть возможность маневра есть всегда. А если ее нет, если человек считает, что политический руководитель считает, что возможности маневра нет, он должен уступить в свое кресло. Юлия смотрела ваше последнее интервью с Михаилом Шейтельманом. Очень огорчили его слова, когда он рассказывал о своих разговорах с украинскими военнослужащими. Многие из них уже сейчас не видят себя в будущем в мирной жизни. Готовы только воевать в частных военных компаниях. Наверное, это относится не только к воинам Украины. Получается, что люди так изменились. Помните, участники Второй мировой войны не любили вспоминать о войне, избегали воспоминаний. Это понятно. Война ненормальное состояние для человека с вашей точки зрения. Почему так изменились люди? Вы знаете, я, во-первых, не на сто процентов уверен в том, что у Михаила Павловича Шейтельмана есть достаточно репрезентативная выборка. То есть, он разговаривал с какими-то людьми, они вот так относятся. То есть, они не видят себя в мирной жизни. Конечно, такие примеры наверняка есть, и у нас нет оснований не доверять Михаилу Павловичу Шейтельману. Но я не уверен, что Михаил Павлович может претендовать, и он явно не претендует на какую-то репрезентативную оценку по отношению ко всем людям, которые воюют в составе ВСУ. Это первое и важное. Второе. Принципиальное отличие вот этой войны от войны, которая была в рамках Второй мировой войны, заключается в том, что тогда сама по себе война была совершенно другой. Тогда не было частных военных компаний. По крайней мере, в Советском Союзе их точно не было. Поэтому война была в любом случае тяжелая повинность. Она не была средством заработка. В нынешней ситуации она в том числе является и средством заработка. И в принципе она может стать именно вот такой профессией. Поэтому и отношение было другое. И строить какую-то военную карьеру, кстати говоря, после Второй мировой войны какая-то часть людей строила военную карьеру и сделала войну своей профессией. Поэтому здесь тоже это присутствовало. Ну и самое главное, еще раз подчеркиваю, все-таки война совсем другая. Война та вот это тяжелая грязная кровавая окопная война и сегодняшняя война, в которой есть какие-то элементы я бы даже сказал творчества с этими дронами с этими сложными маневрами и так далее. Это все-таки другая война. И поэтому не скажу, что она война есть война. И война это действительно не человеческое занятие. Но тем не менее ситуация изменилась и существование частных военных компаний, существование наемнических армий является именно приметой нынешнего времени. Тогда этого всего не было. Но еще раз подчеркиваю, главный вектор моего ответа на ваш вопрос в том, что я не уверен, что то, что зафиксировал Михаил Павлович Шейтельман, это сколько-нибудь широко распространенное явление. Вот в этом я не уверен. И здесь у меня нет оснований высказывать собственное мнение, потому что никаких исследований в составе вооруженных сил Украины не существует и я их не видел. То есть здесь нужен более глубокий анализ. Может быть там я не знаю какие-то выборочные исследования поговорить с психологами, которые работают на войне. Поэтому вот все-таки я бы не делал вывод на отдельных каких-то наблюдениях. Очень уважаем мною Михаил Павлович. Ева Кухлевская не согласна, что РФ развалится. Не дадут. Есть причины, кто при распаде РФ будет платить репарации Украине. Как будет распределяться сумма по этим независимым республикам? По количеству участвующих граждан, допустим, в Бурятии в войне? Или как? Как вы это видите? Уважаемая Ева, первое, распад Советского Союза произошел вопреки воле Запада и вопреки воле всего остального человечества. Когда происходит распад империи и происходит по внутренним причинам, никто никого не спрашивает, можно или нельзя. Когда распадалась Чехословакия, Никто никого не спрашивал изнутри договорились распад. Когда распадалась Югославия, когда распадалась Индия после конца Британской империи, никто никого не спрашивает. Распад происходит по внутренним причинам. И никто, когда вы говорите не дадут, то простите, никто никого не спросит. Распадутся и все. Это первое. Что же касается репараций, то здесь я позволю себе высказать может быть не очень популярную точку зрения, но если произойдет распад и какая-то часть распадающейся страны захочет стать правоприемником России, это очень маловероятно, но возможно. тогда все репарации она должна взять на себя. Если же такого не произойдет, то я боюсь будут проблемы с репарацией. Возможно какое-то серьезное это уже дальше уже начинаются фантазии. Возможно какое-то серьезное международное совещание по как раз построссийскому пространству, в ходе которого будет выясняться с одной стороны возможная международная помощь, потому что на самом деле там очень вероятно будет смута, а с другой стороны распределение ответственности за войну, потому что конечно при распаде все равно ответственность никуда не исчезает. И это отдельный вопрос, который на сегодняшний момент мне кажется даже ставить рано. Но еще раз главная развилка как раз в этом направлении. Если какой-то обломок России захочет взять на себя функции правоприемства, то тогда вместе с ними переходят к этому новообразованному государству все долги, в частности репарации. Если нет, тогда более сложная процедура. Продолжение следует...